Ну а это состав третьего полуфинала. Беги на 400 метров. И здесь Тиффани Джеймс из Ямайки по пятой дорожке. 52.06 личный рекорд. У нее был лучший результат в первом круге соревнований. 52.55 у Паолы Моррен из Мексики. Она по шестой дорожке. Вот две спортсменки. Самые лучшие результаты здесь имеют. По 53.04 человека. 53.61 у Эндрити Рихтер из Германии по девятой дорожке. 53.62 у Наташи Макдональд из Канады. 53.97 у Дженны Бромил из Ирландии. Восьмая дорожка. 53.99 у Джаниль Гризель из ЮАР. Вон она по второй дорожке. Ну а по третьей Эрика Круминайте из Литвы. Ивана Абрамчук. Украина. 54.21 у Литовская бегунья. 54.89 у Этих спортсменок результаты чуть хуже. Остальных. Вот Тиффани Джеймс. Вот только что видели Паолу Моррен из Мексики и Наташа Макдональд из Канады. Дженна Бромил. Ну даже правильно, да, Бромил. Однофамильцы известного спринтера из Соединенных Штатов Америки. И Хенрих Террихтер из Германии. Ну, кстати, хотела пока вот готовиться девушке заметить, что вот великолепный бросок копья Николаса Каулис на 71.59. Это лучший результат для юниоров, многоборцев, показанных в Десятиборье. Субтитры делал DimaTorzok Третий полуфинал. Тиффани Джеймс по пятой дорожке стартовала очень-очень хорошо. Вот так постепенно набирает ход. Догоняет мексиканку почти же там. Но мексиканка тоже стала прибавлять. Но все-таки Тиффани Джеймс сейчас первый выйдет на финишную прямойку. И Моран пока вторая удержит эту позицию. Тиффани Джеймс уверенная, уверенная победа. Она в финале. Ну и пока вот нагоняют, нагоняют. Канадка, канадка нагоняет. Эх! И лишает миниатюрную мексиканскую бегунью второй позиции. Но результат 51,78. Это лучший результат среди полуфиналисток. И личный рекорд. Личный рекорд. И Фанни Джеймс даже 51,77. Ну что ж. Очень-очень высокий результат. И она становится одним из главных претендентов на высшие награды. На этой дистанции. 53,06. Да, к сожалению. К сожалению, да, из этого забега никто. Никто не попадет в финал, кроме первых двух. Потому что у канадки Макдональд 53,06, у Паула Моран 53,08. Это хуже.